Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наш лекторий «Новосибирск. История нашего города». Сегодня я, эксперт этого проекта, доктор исторических наук Владислав Кокаулин. Сегодня у нас тема, посвященная истории науки в нашем городе. Но не той науке, которая будет буквально через несколько дней отмечаться. 65 лет Сибирскому отделению Академии наук. Сейчас Сибирскому отделению Российской Академии наук. Здесь целый комплекс мероприятий предусматривается по этому поводу. А мы с вами сегодня поговорим о той науке, которая развивалась до, собственно говоря, создание не только Сибирского отделения Академии наук, но и Западно-Сибирского филиала Академии наук, который был создан в 1934 году. Если посмотреть, как развивалась публикация, посвященная истории науки в нашем городе, то все обычно начинают либо с Западно-Сибирского филиала, либо вообще с Сибирского отделения Академии наук. Однако в масштабах Сибири научные исследования начали разворачиваться еще в конце 19 века. И было это связано с деятельностью географического общества. Географическое общество отправляло экспедиции в разные районы не только нашей страны, но и для изучения, допустим, Центральной Азии регионов. Понятно, что эти экспедиции помимо таких научных целей имели и задачи военно-разведывательные, как правило. То есть они составляли топографические карты, проходы, изучали численность населения и другие параметры того, что было нужно военному ведомству. Но, тем не менее, научная деятельность в рамках географического общества активно развивалась. В Сибири действовало два отделения географического общества. Западно-сибирское в Омске и Восточно-сибирское отделение географического общества в Иркутске. Ну, если в Омск вы приедете и пойдете в областную библиотеку имени Пушкина, там огромнейший фонд литературы, посвященный сибирскому краеведению. Ну, не в узком понятии краеведения, как историческое краеведение, а более широком. Там изучение природы, недр и других там, ну, то есть биологических, физических, почвы, там сельскохозяйственные ресурсы и другие. Биологические ресурсы, это все тоже входило в понятие краеведения, чем занималось вот это географическое общество. В 2019 году в Томске возникает институт исследования Сибири и ставит большие достаточно задачи для изучения именно производительных сил Сибири. Но, поскольку это как раз период гражданской войны, деятельность Колчаковской администрации, то, в общем-то, в 2020 году закономерно, что закрывают деятельность этого института. Еще действовали научные общества при университете, при Томском университете прежде всего. Потом в 2019 году, когда создали Иркутск, там тоже научное изучение Сибири велось. Ну, в Томском университете, понятно, активно занимались и археологией, и ботаникой, и геологией, и другими научными исследованиями. И вот эта система, которая существовала, собственно говоря, в царское время, она в годы революции еще по инерции действовала. Но когда здесь окончательно установилась советская власть, то деятельность, собственно говоря, институт исследования Сибири в Томске закрыли, как организованные белогвардейцами, а вот с географическими обществами возникла заминка. Конечно, вроде бы их собрались закрыть. Да, это царское время, там царские чиновники, там царская политика, нам надо новое, пролетарское. Но, как выяснилось, что, собственно говоря, закрыв географические общества, в принципе, тогда не останется и вообще изучать некому будет Сибирь. И в рамках каких организационных структур это делать. Ну, здесь, конечно, есть еще один уникальный случай, тоже характерный для Сибири. Вот, знаменитый открыватель руд платиновых месторождений в Норильске, в свое время он, получив колчаковский мандат, колчаку необходимо было получать от Англии военное, значит, снаряжение. И проще всего казалось, что его получать по Северному Ледовитому океану, а потом по рекам, по Аби-Иртышу доставлять в Омск. И для того, чтобы обеспечить вот этот путь северной морской, необходимо было, чтобы корабли шли до Таймыра, там их перезагружали углем и отправляли в обратный путь, чтобы они могли привезти больше груза. И, собственно говоря, стояла задача, каким образом на Таймыре сделать пункт, где был бы уголь. То есть проще всего, конечно, найти месторождение угля поближе как раз вот к Таймыру. И отправили геолога, ему вручили мандат, значит, от колчаковского правительства на изучение вот месторождений на Таймыре. Ну, угля он не нашел, платиновые руды обнаружил. И ситуация была такая, в 20-м году, когда он возвращался, ничего не зная уже о том, что происходит в Сибири, добрался до Енисейска и явился в местный, а в Енисейске уже все советская власть, уже ревком действует. Он явился с колчаковским мандатом, вот, пришел и предъявляет мандат, что ему необходимо предоставить лошадей и прочее, чтобы он мог ехать дальше в Омск. Ну, понятно, что его арестовали тут же и посадили, он в лагерях посидел. А потом вернулся, ну, из лагерей выпустили его, он работал в Академгородке долгие годы. Такой вот тоже интересный случай из истории науки. Хотя человек занимался геологией, ну, вот, мандат от неправильного правительства получил. И вот эта проблема, ну, то есть, взаимоотношение власти и ученых, отношение ученых к власти, кто был учеными, она характерна была для 20-х годов. И вот 20-е годы, это тот период, когда уже старые формы прекращают существование, то есть, географические общества сначала хотели закрыть, но потом решили на некоторое время продлить их существование и каким-то образом трансформировать. Потому что понятно, что там все-таки занимались такой прикладной, прикладными научными исследованиями, что могло быть полезно для развития Сибири. Но, с другой стороны, организационные формы не устраивали. Решили перестроить географические общества в Омске и Иркутске по образцу Петроградского географического общества, ну, сделать его более советским в каком-то плане. Но вот эти формы еще в 21-м году существовали, а потом все. И вставала огромная проблема, а как в Сибири организовывать науку? Ну, понятно. С одной стороны, здесь были энтузиасты. С другой стороны, здесь оказались неплохие кадры. Самое, может быть, интересное, печальное, конечно, для этих кадров, но интересное для истории науки, это были деятели, разные деятели, эсеровских и колчаковского правительств. То есть, они в годы гражданской войны оказались не на стороне советской власти. Один из таких интереснейших деятелей, который стоял у истоков науки в Новосибирске, это генерал Болдырев. Василий Георгиевич Болдырев, это главнокомандующий Уфимской директории эсеровского правительства. Ну, потом они из-за конфликта с Колчаком он вынужден был уехать в Японию. Затем вернулся и здесь, в Новониколаевске, активно включился в работу. Конечно, царские военные учебные заведения, их можно ругать, что они были революционные, не революционные, вернее, такие реакционные. Но образование они давали очень широкое и качественное. То есть люди могли заниматься, окончив военное училище, царское военное училище, могли заниматься не только военным делом, но и целым рядом других видов деятельности. В частности, допустим, они хорошо разбирались в проблемах экономики, в проблемах статистики. То есть у них вот это давалось, этот курс очень хорошо. То есть они не только занимались военно-топографическими проблемами, географическими, но и могли судить о экономическом потенциале. Знали, как его изучать, экономический потенциал, поскольку для ведения войны в то время было важно оценить экономический потенциал противника. Сколько противник сможет выделить ресурсов на ведение войны? Нет, сейчас тоже это очень важно, но сейчас просто в военном училище обычного офицера этому не учат. То есть это на более высоких, в академиях. Нет, это верно. Просто если сравнивать образование тогда, тогда это на более низком уровне давали. Не на уровне академии. То есть в военном училище, офицер военного училища, он мог заниматься подобной деятельностью. Понятно, что экономика изучения ее очень важна. Но сейчас даже не всем генералам ее преподают в качестве обязательной дисциплины. Там есть специальные просто в академии направления, где изучают экономику, военную экономику. Ну, соответственно, вот генерал Болдырев, это был тот деятель, который, с одной стороны, обладал обширными знаниями, необходимой квалификацией. С другой стороны, он решил честно служить советской власти, против которой он боролся еще в 1918 году активно. И он был не один. Целый ряд колчаковских министров оказался здесь в научных учреждениях. И вот активных участников еще борьбы эсеров против тоже советской власти. Ну, а других кадров не было по существу. Были профессора Томского университета, был такой интересный деятель, как Вениамин Давидович Вегман, о котором мы неоднократно говорили в рамках нашего лектория. Вот он вместе с генералом Болдыревым и оказался тем ядром, да, вокруг которого и сложилось вот это общество изучения Сибири и ее производительных сил. Появилось это общество в 1925 году. Ну, до 1925 года еще. В 1921 году в рамках велись вот этих географических обществ. Экспедиции организовали. Кстати, несколько интересных экспедиций организовали на Алтай. В Саяны были организованы экспедиции. Но потом на некоторое время эти проблемы прервались, потому что денег не было. Когда перевели учреждения на местный бюджет, то, понятно, наука не финансировалась. Тем более, все это находилось в ведении Министерства просвещения. Туда входила и культура, и образование школьное, и вузовское, и наука. Все было в рамках одного учреждения. А центром что было? Что? Центром вот этой деятельности в Сибири что было? Томск, Омск? Нет, здесь научные центры, если говорить о предыдущем времени, это Омск, Томск, Иркутск. То есть три и три года? Три, да. Томск, где был университет, и велись научные исследования в рамках университета. И в 19-м году там вот это общество, института изучения Сибири возник. А Омск и Иркутск это западно-сибирское и восточно-сибирское отделение российского географического общества. Почему? Они наоборот были ранние. Да, они же возникли еще в конце 19-го века. То есть они уже имели опыт, ну если в Омске посмотреть, там богатейшая библиотека вот этого общества. И отчеты они публиковали, и научные статьи. Вот три центра было. Новосибирск, конечно, никто не предполагал, что он станет. Он стал научным центром становиться, когда стал наукой, вернее, столицей Сибири. В 1921 году, когда сюда переехали все центральные учреждения, здесь это послужило толчком к развитию, во-первых, культуры очень сильной, образования. В 1929 году у нас только первый вуз возникает. В 1929 году, то есть все годы НЭПа у нас вуза не было. Вузы были Томск, Иркутск, Омск. Здесь были учительские вот такие для учителей подготовки, но вуза-то не было в Новосибирске. Возникает в 1929 году у нас первый вуз. Это насильно сюда их? Почему насильно? Нет, здесь просто была дискуссия, какой вуз здесь создать, народного хозяйства или транспортный вуз. И в итоге победила создать институт народного хозяйства. Ну, то есть готовить кадров для управленческой сферы. Здесь же учреждения были общесибирские. Плюс здесь, собственно говоря, нужны были плановые органы. Понятно, что огромное количество специалистов нужно было, чтобы руководить всем процессом в рамках всей Сибири. И здесь, ну, это только в 1929 году возник такой вуз. То есть идея возникла раньше, а вуз появился в 1929. А вот научные учреждения здесь появились раньше. Ну, научные учреждения, конечно, в условном смысле, то есть оно было создано не сверху, а было создано по инициативе снизу. И вот два деятеля, которых я как раз начал рассказывать, это генерал Болдырев и Вегман, они стояли у истоков создания вот этого общества изучения Сибири и ее производительных сил. Ну, становилось понятно, что если мы в Сибири что-то будем развивать, нам надо понимать, какую промышленность, где и как развивать. Какие ресурсы, где, как это все рассчитать, сколько необходимо средств для того, чтобы, например, стояла задача, например, чай. Вот нам сейчас как-то привычно, мы чай покупаем просто в магазине. А тогда чай, это нужно было или бадан выращивать, из Алтая собирать, завозить, либо его где-то выращивать дополнительно. Это проблема. Была проблема, да. И таких проблем было здесь много. То есть, допустим, здесь же было огромное количество скота, а вот его перерабатывали на мясо, и огромное количество костей. А кости, куда их девать? Огромное количество костей. Ну, понятно, да, из них надо было делать костную муку и использовать ее в качестве удобрения. Но для того, чтобы, понятно, вот скот не в одном месте кости собирать, а потом по Сибири развозить, нужно было понять, а как распределить вот эти фабрики, которые будут заниматься переработкой костей в костную муку. Это тоже была важная и серьезная проблема. Централизация. Ну, не то, что централизация, ведь дело в том, что с Сибирьком здесь был орган, который был дубликатом просто в ЦИК. Автономии у них не было, но было такое вот своеобразное самоуправление без автономии. То есть, они принимали решение на уровне Сибири, могли принять решение какое-то, самостоятельное. То есть, либо создать дубликат какого-то учреждения, которое существует в центре, либо создавать что-то свое. То есть, у них была определенная возможность. И вот здесь возникла как раз идея создать такое общество изучения Сибири и ее производительных сил. Финансировалось оно вообще из трех источников. С одной стороны, оно получило пособие от глав науки, ну, на определенные разработки, то есть, на какие-то виды. С другой стороны, оно получало здесь, хозяйственные договора были с организациями и с учреждениями, которые существовали в Сибири. То есть, они финансировали необходимые им исследования научные. И там была еще третья составная часть, это такие частные пожертвования. То есть, ну, вот можно было. Из трех таких источников складывалось это финансирование. Но здесь нельзя недооценивать то, что нам кажется, ну, вот сейчас попробуйте так организовать науку. Сейчас это не получится, да. Потому что, ну, во-первых, предприятия не заинтересованы в разработках ученых, да. Вот все можно за границей достать, и в Китае дешевле, да. Ну, вот проблема же возникает в университете. Вот собирали предпринимателей, чтобы, ну, давайте что-то университет для предпринимателей разработает. На что предприниматели, в общем-то, сказали, что все, что им необходимо, они могут приобрести в Китае. То есть, нет необходимости разрабатывать уже то, что разработали в Китае. То есть, это нет, нецелесообразно. Нет, а предприниматель заинтересован сейчас в том, чтобы снижать свои издержки. Да, понятно, что им нет, у них нет долгосрочного такого планирования. Тогда, да, да, а тогда в Сибири, ну, некоторое долгосрочное планирование как раз и было. Вот чем пятилетки хороши были, которые как раз в 20-е годы возникли, что это такое долгосрочное планирование. То есть, ну, на 5 лет они могут запланировать. Потому что понятно, что научный результат, это не то, что получается, там, ну, вот, заказали сегодня, завтра получили. То есть, очень... Получая экономическую зависимость от других стран. Да, да, ну, это сейчас проблема, мы про 20-е годы. Тогда вот эти вот пятилетки и планирование, оно как раз и давало возможность, ну, попробовать спрогнозировать, да, развитие и получить подразвитие, допустим, той же костной муки, которую использовать на удобрениях. И вот предприятия, заинтересованные в таких экспедициях, с ними велась определенная работа, и учреждения, ведомства, как раз и финансировали, допустим, вот экспедицию, профинансировать на Алтай, которая занимается чем-то там, вот изучением природных ресурсов, ботанических ресурсов. Самое интересное, вот археологические исследования, казалось бы, кто в них мог быть заинтересован? Вот общество изучения Сибири занималось и археологическими раскопками. Кто был заинтересован в археологических раскопках? Ну, казалось бы, кому это нужно? Ну, кроме музеев, да? Ну, историки. А кому? Ну, историки и собственно... Нет, ну, понятно, у историков откуда деньги? Надо найти ведомство и учреждение было, которое бы профинансировало археологические раскопки. Ну, понятно, если историк может работать, ну, в своем городе в библиотеку прийти, бесплатно читать, да, попробуйте... А если нового не государства? Нет, ну, тогда не было государственного финансирования археологических исследований. Ну, нашли выход. Во-первых, существовало такое предприятие, у нас учреждение, которое занималось продажей, ну, для зарубежных музеев, вот, каких-то находок в Сибири. И это учреждение, которое занималось экспортом, оно и финансировало археологические исследования. Ну, в частности, вот в Красноярске Афонтову гору так и раскапывали известный памятник. То есть, они получили субсидию на раскопки, провели раскопки, зафиксировали, сфотографировали, а находки передали на экспорт. И они ушли в зарубежные музеи. А в Красноярский музей отдали то, что на экспорт не пошло. Ну, то есть, ну, а как? Вот так вот, вот, хозрасчет, да, своеобразный такой. 20-е годы. 1925-е, ну, 5-е, 6-е, вот эти годы они. Это не тогда, в 1929-й год, вот эти вот. Нет, ну, меньше 100 лет назад, да? Это в годы НЭПа как раз. В годы НЭПа вот именно вот так получили на археологические исследования деньги. А что, НЭП нам давал, да? Что-то такое? Нет, ну, НЭП... Не только для себя, правда? Не только для себя, потому что, ну, надо было находить. Ну, понятно, для того, чтобы развивать здесь предприятие, нужно было сказать, вот, у нас угольные запасы такие-то, их надо было оценить, там, и так далее. Природные ресурсы. Вот у нас есть такой ресурс, для этого надо провести экспедицию, чтобы оценить, вот, допустим, сколько бадана где растет на Алтае, где нам, грубо говоря, делать эти заготовительные пункты. А, соответственно, тот, кто заинтересован в том, чтобы ее производить, он финансировал эти экспедиции. Вот в 20-е годы за счет учреждений, за счет частных пожертвований, пособий глав науки, вот так организовывали научные исследования в Сибири. Ну, научные исследования еще были музеи, которые были заинтересованы. Задача была у науки, у общества изучения Сибири, не только научное исследование чего-то, но еще была задача у них просветительской деятельностью заниматься. То есть, ученые, вот вы провели экспедицию, будьте добры, расскажите школьникам, расскажите в музее, выступите там, выступите там, выступите перед рабочими, в клубе и так далее. То есть, они еще получали определенные обязательства перед обществом, что рассказывать о своих научных исследованиях, заниматься просветительской деятельностью. Здесь были, конечно, ну, это касалось, вот общество изучения Сибири и ее производительных сил, поначалу мыслилось, что оно будет заниматься только, естественно, такими научными, техническими проблемами. То есть, изучением, например, ресурсов каких-то природных или геологических, там, и так далее. Ну, то есть, из чего можно извлечь какую-то прибыль. Но потом оказалось, что там же можно вести в рамках этого общества историко-революционные исследования. То есть, задача стояла, здесь уже государство стояло задачу изучать революционное прошлое Сибири. Оно богатое, начиная с декабристов, ссылки, вот это, каторга и так далее. И вплоть до, вот, революции, гражданской войны. И поэтому в рамках этого общества появилась историко-революционная секция, отдельная, которая занималась тем, что изучала революционное прошлое Сибири. Как действовало это общество? Ну, то есть, понятно, вот теперь источники финансирования, вот его энтузиасты, вот поддержка со стороны учреждений, вот пособие глав науки. Потом они ее перевели все-таки на бюджет глав науки, деятельность этого общества, то есть, глав наука финансировала. Но, опять же, не все, но какую-то деятельность. Сделано было достаточно много, то есть, оно существовало, в 25-м году образовалось это общество, в 30-м было фактически ликвидировано, но в 31-м окончательно закрыто. Значит, вот 5-6 лет действует общество, это несколько крупных экспедиций по Сибири. Они публиковали отчеты, это археологические раскопки и очень серьезные таких памятников, то есть, изучение прошлого Сибири. Это журнал, который сделали Северная Азия, в котором печатали результаты изучения, то есть, как научные статьи по результатам изучения. Плюс, ну, где возможность была публиковаться, отдельные брошюры публиковали на разные темы. Так что, несмотря на то, что общество действовало, не получало там ни миллионы, ни миллиарды, да, пособие глав науки у них было 100 рублей всего первоначально. Они получали на все общество, 100 рублей. Ну, правда, это уже золотые рубли советские были, послереформенные. Но, тем не менее, это не очень большие. На год 100 рублей было пособие всего. Ну, золотых рублей, да. Там, червонец, когда ввели, они это 100 рублей, это приличные были, достаточно день, но относительно. Но, тем не менее, это были очень небольшие деньги, да. То есть, можно было организационную деятельность, там, какую-то небольшую публикационную, какие-то небольшие, дать помощь. Но основное, они занимались тем, что искали предприятия и учреждения, заинтересованные в каких-то научных исследованиях, и получали от них, либо, как сейчас называют это, гранты, да, либо это хоздоговора. То есть, вы нам платите, мы вам вот изучим вот это и подготовим отчет. Здесь в Сибири еще было одно учреждение, вот помимо общества изучения Сибири и ее производительных сил, где занимались тоже научной разработкой, но, правда, в области экономики преимущественно. Но она была связана здесь. Это Сибирская плановая комиссия. Они именно там, Сибирская плановая комиссия была заинтересована в том, чтобы иметь очень четкие представления о том, какие ресурсы и в каком объеме в Сибири находятся. И вот как раз генерал Болдырев, он работал в этой Сибирской плановой комиссии и занимался, ну, обработкой статистических данных. Его не посадили? Ну, в 20-е годы нет. Его в 30-е годы, в 33-м году потом уже. В 20-е годы здесь много работало. Здесь работал Новомбергский из эсеровских правительств. Здесь работал Краснов из колчаковского правительства, министр. Ну, Болдырев – это верховный главнокомандующий уфимской директории. Они все работали. Но здесь даже, ну, пытались их еще в 20-м году, но здесь был Вегман, он пользовался авторитетом, все-таки лично встречался с Лениным, у него было письмо от Ленина. И Вегман пользовался таким авторитетом, что мог, собственно говоря, прикрыть, ну, сказав, что… Во главе с Сибири Сибривком. Сначала это был Смирнов Иван Никитич, потом Лошевич, потом Сырцов, ну и так далее. Они там менялись. Нет, здесь Вегман, он возглавлял фактически Сибыстпарт. Но, поскольку он здесь был старейшим, одним из старейших революционеров, плюс еще имевший личные связи с Лениным, да, Ленин… Нет, Вегман не имел, он был, он революционер был, да. Может, большевик не стопроцентный, ну, по крайней мере, к большевикам примыкавший, у большевиков с большевиками. Он здесь просто в 20-е годы пользовался авторитетом. Каким образом? Ну, он возглавлял Сибыстпарт, комиссию, которая собирала материалы по истории революции, гражданской войны. И плюс он здесь активно, вот, что бы в Новосибирске ни возьмем, театр Вегман у истоков стоял, просвещение Вегман, наука Вегман и так далее и тому подобное. То есть, это его была деятельность, не ведомство, он был просто… Вот человек по жизни такой активный, который успевал много чего. Еще успевал заводить и любовные разные истории. Да, то есть, человек все успевал. В 20-е годы, ну, это просто потрясающе, вот, если посмотреть его деятельность. Плюс ему люди писали, он разные проблемы решал и активно общался. Помимо основной деятельности, собирания материалов по революции, еще и статьи писал научные на историческую тему. Вот. И, как оказалось, вот, если есть энтузиасты, такие как Вегман и Болдырев, да, то возможно, вот, создать такое общество, которое и занималось изучением Сибири. Ну, у него было еще в Барнауле, как отделение этого общества, оно самостоятельно там занималось. У него свои задачи были в Барнауле, там, богатейшие же природные ресурсы Алтая, их надо было изучать. И общество там занималось. Ну, у нас здесь организовали просто, ну, координировало, направляло экспедиции, вот. Археологические, геологические, ботанические и так далее. А иностранцы у нас здесь были, которые вкладывались, каким-то образом изучали? Их приглашали в конце 20-х годов, начали приглашать иностранцев. Иностранцы были, у нас вообще Сибирь-то изучали иностранцы, ну, еще начиная со времен Петра Первого, да, тут. Приезжали сюда специально изучать Сибирь. И после Петра, ну, в 19 веке у нас свои уже стали возникать кадры, свои ученые, которые стали изучать Сибирь. А до этого иностранцы приезжали и изучали. Ну, некоторые иностранцы, конечно, они условно, современные иностранцы, допустим, шведы, которые жили в Финляндии. Финляндия была частью Российской империи, да, там жили шведы, и, собственно говоря, они считались российскими учеными. Шведы по национальности, они писали на шведском языке. И вот они изучали, приезжали из Сибирь, возили из Сибири туда, в Финляндию. Ну, много коллекций же в Финляндии, очень много материалов по археологии Сибири, там, по этнографии и так далее. Не потому, что их за границу отправили, а потому, что это была часть Российской империи. И просто, ну, туда, там ученые были, приезжали, изучали. И в Гильсенфонгский университет, допустим, отвозили эти коллекции, собранные в Сибири. Ну, японцы в меньшей степени, американцы в меньшей степени, они не занимались научным изучением. Нет, они интересовались другими проблемами, то есть такими военными, и больше их интересовала вот эта сторона. Но американцы, но, нет, смотрите, для них были интересные вещи, но мы пока говорим о научном изучении Сибири. Американцы и японцы оставили шведы, немцы здесь изучали активно, вот, они путешествовали, их во времена Петра приглашали. Ну, китайцы нет, а у китайцев самих-то наука в это время, чтобы изучать, вот, Сибирь, там, историю, так далее. Природные ресурсы у них не было. Таким образом, вот, деятельность в 20-е годы была организована, но потом, в конце 20-х годов, уже стали появляться, усиливаться вот эта тенденция деления. Сначала с вузов началось, что это реакционные преподаватели, профессура, это красная, да. Но пока не было красной профессуры, терпели реакционную, так называемую. В конце 20-х годов стало уже формироваться сюда, и посылали, и направляли, и здесь стала формироваться вот так называемая красная профессура, и уже оценивали, вот, как писали отчет, вернее, не отчет, а доклад ОГПУ, значит, писало общество, что из себя представляет изучение Сибири. Партийные есть, 14% примерно, 30-й год. Но они существуют исключительно для прикрытия, поскольку никакой роли в деятельности этого общества они не играют. Они существуют просто, ну, вот, партийная прослойка, есть и все. Реально, оно никакой не направляет деятельность общества, и роли не играет. Кто в этом обществе? Генерал Болдырев, да, но он марксизмом-ленинизмом не владеет марксистской теорией. Он в основном объективист и пригоден только для такой начальной обработки этих данных. Вот, так его оценивали. И, собственно, дальше кто там сидит? Краснов, колчаковский министр. Да, специалист великолепный, но с уклоном в объективизм. То есть, ни партийной идеологии коммунистической он не разделяет, ни к марксизму-ленинизму тоже не склонен. Но не враги. Нет, ну они не враги еще были в конце 20-х, вот начало самых 30-х годов. Они еще не относились к врагам. Это чуждые элементы, которых надо заменить. Это потом уже, начиная с 32-го, с 33-го года, стали репрессировать. Причем репрессировали ведь не только того же генерала Болдырева, но и попал тот же Вегман. Его репрессировали, который примыкал к большевикам и вообще служил советской власти не по убеждениям. Он никогда не был ни в лагере белых, ни в лагере эсеров. Но он не устраивал тем, что он все-таки в конце 20-х годов, начало 30-х годов это уже становление было вот то, что называлось марксизмом-ленинизмом. А на самом деле, если посмотреть процессы, которые происходили, допустим, в той же философии, эти дискуссии, в истории и так далее, это, собственно говоря, укрепление сталинизма. Те, кто не понял, что на самом деле Ленин лишь прикрытие Сталина, их убирали как вот Вегман. Он не понял, что надо не Ленина прославлять и ссылаться на Ленина, а на Сталина. Да, то есть изучать ленинское наследие через сталинские труды. Да, все, и поэтому вот начало 30-х годов, поэтому принципы и в биологии те же процессы шли, шли те же процессы в философии. Вспомните эту борьбу с Дебориным, с механицистами, в биологии борьбу за Мичуринскую так называемую биологию. Да, это ведь, собственно говоря, заменяли Ленина, заменяли Сталиным, но прикрывались Лениным. Ссылались на Ленина или на Ленина и Сталина. В истории гражданской войны чуть позже, это 1934 год, когда первый том вот этого пятитомника-то выходит, они тоже создают уже правильную, нужную версию, сталинскую версию гражданской войны. В 1920-е годы еще шли дискуссии о гражданской войне, о роли тех или иных деятелей, еще все живые были, партизаны помнили. А в 1934 году уже вот очень четко. Кстати, сохранился здесь, есть интересный альбом в областной библиотеке, сделанный для делегатов, как предполагается, новосибирских делегатов из Новосибирска на 17-й съезд, специальный альбом фотографий Сибири. И там очень любопытно его посмотреть, то есть там такое впечатление, что так фотографии сделаны, ряд, что никакой гражданской войны тут не было. Почему? Ну, вроде все помнятся, вот Колчак был, а просто не знали, что писать о ней. И поэтому там заменили, ну, некоторые фотографии, допустим, строительство дома инвалидов. Вот он там начал строиться в 19-м году, закончил в 25-м. То есть, ага, в 19-й год-то это ведь, когда Колчак тут был, да, то есть, по сути, при нем начали строить и так далее. Там вот так вот. Потом его отредактировали, кстати, несколько экземпляров сохранилось этого альбома. Один здесь есть в областной библиотеке, один в частном музее в Новосибирске. Там отредактировано, видно, как вычеркивали, допустим, Эйхи, когда репрессировали, там, станцию Эйхи, зарисовали. И зарисовали ненужных деятелей. Там сохранились вот эти правки тех времен. Неправильное вычеркивали из альбома. Ну, а и сам альбом тоже гражданскую войну представляет очень такую мифологичную. Уже нет там ни жертв, ни разрушений, ни Колчака, ничего. Город показан, мирная жизнь. Вроде казалось, чехи тут в городе вошли. Да, ну то есть они просто не знали, как изображать. И те же процессы шли в науке. То есть, ну, никто не знал. Ну, вернее, кто-то знал, кто догадался, кто наверху, что надо Сталина прославлять. Те уцелели на какое-то время. А те, кто здесь вот как Вегман не сообразил сразу, а Болдырев это вообще оказался бывший противник, смена веховец и так далее. И, соответственно, общество закрывается, потому что ученых относят к категории реакционных, да, и неблагонадежных. И, в общем-то, те организационные формы, которые сложились в 20-м году, они противоречили той практике, которая начала с 29-го, с 30-го года в стране развиваться. Все должно быть централизовано, под контролем партийных учреждений. Все должно быть соответствовать марксистско-ленинской идеологии. Какие тут общества, которые там самостоятельно добывают деньги и что-то изучают. Что оно там изучит, да. То есть, вот эта инициатива стала пресекаться. И таким образом, только потом, вот, потребности уже военного, опять же, времени, надвигающейся войны, здесь заставили организовать западно-сибирский филиал Академии наук в Новосибирске. В 1934 году организован был, но они занимались, другое дело, что там геологические исследования, такие очень специфические, ориентированные на военные нужды. Таким образом, вот у нас история, это предыстория, сейчас все будут говорить, 65 лет, Сибирскому отделению Академии наук, Новосибирскому Академии городку и так далее. На самом деле, история начиналась, ну, не за 100 лет до этого, по крайней мере, с 1879 года, если говорить о Сибири, а если говорить о Новосибирске, то с 1921 года, когда здесь проводится первый съезд исследователей Сибири, пытаются организовать. Потом вот это общество изучения Сибири, очень своеобразное, интересное общество, и документы, вот Игорь Валерьевич обычно их показывает, но есть возможность, во-первых, мы публикуем их сейчас в журнале Сибирский архив, эти документы этого общества, там можно познакомиться просто с ними, они в таком современном виде, да, в электронном наборе, с комментариями, плюс там оригиналы просто этих документов тоже приложены, можно посмотреть. Хотя они не такие интересные, это не рукописные, все-таки в основном печатные. Ну, там есть, вот мы сейчас готовим археологический такой раздел, там есть и рукописные интересные записки и так далее. А потом сходить в архив наш и посмотреть материалы этого общества, там по разным разделам, этнография, геология, ботаника, производительная экономика, историко-революционная деятельность, археология, самые разные разделы, можно посмотреть отчеты, результаты их работ. И, конечно, журнал Северная Азия, который вот в областной библиотеке здесь есть, в ГПНТБ есть, тоже он можно посмотреть, ну вот в областной библиотеке здесь он представлен, можно познакомиться просто так, с чем занималось это общество. Ну вот то, что сегодня я планировал вам рассказать. Субтитры создавал DimaTorzok